Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем долгожданный, после летнего перерыва, новый наш тур. Это по изучению диалектики, причем ее диалектики, материалистически истолкованной. Я могу вам доложить, как руководитель кружка, что за это время я прочитал малую логику. Я малую логику не читал до этого, но так листал, смотрел. Поскольку ясно, что в большой логике более подробно, более обстоятельно изложены все категории диалектики и их связи, их движения. Движения от самой простой категории, чистое бытие, до категории, которая называется метод. А метод это что такое? Кто-нибудь скажет? Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, изучаемого предмета. Правильно, совершенно верно. Осознание формы внутреннего самодвижения, изучаемого предмета. То есть метод не оторван от содержания. Он не вне содержания. И содержание, и метод – это, так сказать, как бы две стороны одного. Но когда мы говорим о методе, это предполагает, что мы сознательно двигаемся в этом направлении, и мы понимаем, что надо двигаться согласно тем категориям, которые вы рассматриваете. Не выдумывать, не придумывать, не внешним образом что-то такое включать, а говорить и исследовать то, что вытекает из предыдущего. Правильно? Как скажем, что вытекает из чистого бытия? Кто скажет? Ничто. Правильно. А вот это правильно. Чистое ничто. Торопились. А вот когда уже вы сказали чистое ничто и чистое бытие, и у вас получилось становление, тогда уже в становлении у вас уже тоже не получается чистого ничто и чистого бытия, потому что ничто в становлении – это что? Возникновение. Возникновение. Так? Ничто – это переходящее бытие. А бытие в становлении – это что? Прихождение. Прихождение. Вот. Поэтому вот я чувствую, что товарищи не зря занимались, там, ну, некоторые, так сказать, после лета, конечно, устали. Ну, вот от отдыха, какого отдыха был. Потом отдых сейчас определяется не тем, когда тебя отправят в отдых, а какие имеются возможности с учетом такой жизни, которая сейчас в России. Вот. Вот это, так сказать, метод. Ну, мы с вами с разных сторон подходили. Прошлый год у нас целиком был посвящен материалистическому истолкованию диалектов и геймеров. И что мы в итоге этого истолкования получили? Что везде можно материалистически истолковывать, кроме одного момента в конце. Когда вдруг в учении о понятии, вклиниваются сначала понятия, а потом они как бы засыхают, и без соответствующего перехода появляется механизм, химизм, организм, то есть снова то движение, которое является дальнейшим развитием. То есть механизм, химизм, организм. Потом появляется уже, а раз организм, то этот организм достроить можно. Даже если он не достроен, то можно понять, что здесь самое место тому, что называется понятием. Правильно? Потому что если мы берем уже человеческий организм или такое животное, которое постигает в понятиях, то тогда и соответствующее определение. А после этого понятия мы рассматриваем виды понятий, потом виды суждений, потом виды умозаключений, и в конце получаем метод, как что? Сознаем форму внутреннего движения, содержания, изучаемого предмета. Одно слово. Вот вам только нужно. Вот чем отличается человек, который так высказывается, что кажется, что он очень всё знает глубоко, тем, что он очень важно это излагает. Вот меня спросите, что такое метод. Михаил Васильевич, что такое метод? Видите, я вдохнул сначала, а вы-то ещё не вдыхайте, а хотите говорить о таком важном. Метод – есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. Очень доходчиво. Доходчиво? Вот оно доходчиво. Вот, следовательно, наше исследование, которое мы проводили уже больше года, показывает, что ничего там особенного идеалистического нет. Может быть, Гегель имел в виду, что ему даже вот такие вещи писать, где совершенно явно впереди идёт бытие, или механизм, или химизм, или организм, а потом идёт понятие, что ему особенно писать в положении, во-первых, профессора Берлинского университета, во-вторых, ректора Берлинского университета не очень с руки. И поэтому, если вы возьмёте, например, его «Малую логику», я вот решил этим летом посмотреть об «Малой логике». Может быть, там есть ещё какие-то уточнения? Да, там есть некоторые формулировки, такие более даже красивые, некоторые. Но в основном там идёт рассуждение, связанное, так сказать, с идеализмом, связанное с тем, о чём шумят, думают студенты, наверное, и родители этих студентов Берлинского университета в то время. То есть ничего по отношению, по сравнению с «Большой логикой» там нет, и про «Малую логику» сказать, что там она вполне материалистична, не удаётся. Почему? Потому что… А там нет такой готовой системы, сросшейся системы. Там идёт высказал и какие-то по этому поводу суждения. Высказал вторую категорию и какие-то там суждения. Высказал и третье. Потому что доказательством это не является. Доказательства в «Малой логике» нет. А доказательство к чему сводится? К выведению. Вот если взял Гегель «чистое бытие», он из «чистого бытия» к чему должен прийти? Чистое ничтое. Чистое ничтое. Раз он пришёл уже к чистому, оно уже нечистое. Почему? Потому что оно такое, которое получилось в результате движения чистого бытия. А тогда и чистое бытие тоже нечистое. А тогда уже они бытие и ничто. И мы получаем уже другую категорию. Мы получаем движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. И вот загорелся этот самый диалектический свет, этот огонь. Движение исчезновения бытия ничто и ничто в бытии. Как называется? Становление. Становление. Вот появилось, так сказать, становление, в котором ничего не говорится, никаких противоречий. Но я думаю, мы уже так знаем, что такое противоречие. Понимаем, что чистое ничто и чистое бытие противоречат друг другу. Ничтое бытие противоречат друг другу. И это движение взаимное, этот переход постоянно идёт. Поэтому это живая категория. Не такая категория, как вот бытие и всё. На нём дальше то, что является бытием. Строим какие-то этажи или ничто. И идём в шахту и копаем, 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 копаем бесконечно. Нет, тут есть вот становление. Вы рассматриваем. А что, когда мы рассматриваем? Мы рассматриваем и сразу получаем, что раз они соединены в одно, а раз они в одном становлении, значит, нет бытия без ничто. И поэтому уже чистым его называть нельзя. Поэтому мы называем просто бытие. А ничто. А это ничто, которое получилось в результате отрицания бытия. Поэтому тоже оно. Поэтому уже у вас получается, что у вас есть не просто бытие чистое, и не просто ничто. У вас движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. И вот одно движение, исчезновение бытия в ничто называется как? Исчезновение. Ой, прихождение. Прихождение. А движение, исчезновение ничто в бытии, возникновение. И тогда вы получаете уже возникновение и прихождение. И вот они друг другу противоречат. И в результате того, что они друг другу противоречат, Нет ничто, нет бытия, потому что одно уничтожается, другое уничтожается. А что есть? А вот то, что есть, уже называется другой категорией. И появилась очередная диалектическая категория, которая называется «наличное бытие». А почему эта категория диалектическая? Потому что наличное бытие не так откуда-то выскочило, оно и есть результат снятия становления, разрешения этого противоречия между бытием и ничто. А когда мы начинаем наличное бытие рассматривать, то в нём горит огонь, отрицание. В наличном бытие есть отрицание. И вот это отрицание, которое есть в наличном бытие, как называется? Небытие. Небытие принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Вячеслав, не просто небытие. Вы хвост оторвали, ушли. Я сразу всё не могу сказать, Михаил Васильевич. Ничего не знаем. Вы давайте не отступайте. Небытие. Вот это небытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Небытие называется определённостью наличного бытия. Определённость – это отрицание. Вот вы сидите, я заметил. Заметил, вы сидите в коричневой футболке. Коричневая футболка – это вы? Нет? Не вы? Нет. Значит, это ваше отрицание. Что вы навесили на себя своё отрицание? Я так просто придираюсь. Ну, интересно спросить. Но на вас висит ваше отрицание. Воспитание. Нет. Вы можете сказать, что и вы со своим галстуком навесили себе тоже своё отрицание. Потому что никакого галстука у вас нет. Это то, что можно купить, привесить, поменять. И пиджак можно также поменять. И всё что угодно. Поэтому к этому люди непривычны. Вот к этому логическому рассуждению. Они, так сказать, как-то скованы. Какими-то обычными разговорами, обычными привычками. В этом смысле наука логики Гегеля – революционная книга. Она полностью нас настраивает на более глубокое понимание. И уже когда мы прошли только несколько шагов. А сколько мы прошли? Чистое бытие, чистое ничто, становление, наличное бытие. И дальше вот так будем идти. И всё. Мы тем самым продвигаемся вперёд. И никуда мы ни в сторону не уходим. Ни в бок не уходим, ни придумаем, ни обещаем, ни гарантируем и так далее. Всё проистекает из предыдущего. Будущее проистекает из настоящего. Настоящее проистекает из прошлого. И только так. И так построена вся наука логики. За некоторым исключением, я вот сказал, что там почему-то учение о понятии. Гегель дошёл до действительного, до действительности. Учение о сущности. И вдруг там начинает говорить о понятии. Нет, извините. А действительно состоит в том, что вот мы имеем механизм, химизм. И вот эти сложные такие понятия. Организм. И когда вот мы это всё получим, ещё и организм. Да ещё надо такой организм, который был бы человеком. Про который не судьба была. Гегелю сформулировать, что такое человек. Он подошёл к этому, а сформулировал Энгельс. Так, Владимир. Что такое человек по Энгельсу? Человек есть общественное животное. Говорящее, трудящееся, то трудящееся и разумное. Да, животное. Только вы как-то переставляете, наверное, для красоты Энгельса. Человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. То есть, ниоткуда он не выскочил. А это вот развитие животного мира. Энгельс такую работу проделал, написав книгу развития. Так, книгу, так сказать. Процесс превращения в демо. Нет, это маленький. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Происхождение семьи, частной собственности и государства. И к соответствующему месту, хоть он добавил еще и вот этот фрагмент, который мы сейчас только что затронули. Это фрагмент из диалекции природы. Что человек есть, животное какое? Трудящееся, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот если это принять во внимание, и, как говорится, иметь в виду при чтении книги происхождение семьи, частной собственности и государства, Энгельс нас провел через такую долгую историю 90 тысяч лет до первобытного общинного состояния, и тут там какая-то ерунда 1200 лет или 1900. Мелочь. По сравнению с тем, что уже человечеством пройдет. И тогда понятно, как применяется узловая линия отношений и меры, про которую говорится в учении обычаи. Качество, количество мера. А, уже близко к переходу. Переход, но еще не перешли. Вот, учение понятий. Так, там что получается? Количество меняется, меняется скачок. Переход к другому качеству. Меняется, меняется скачок. Ну и Энгельс уже это вовсю использует. Сначала был коммунизм первобытно-общинный 90 тысяч лет назад. И он был, так сказать, в виде соответствующего матриархата, родоплеменной строй, в котором верховодили женщины, которые заботились о том, они сейчас всегда матери заботятся, чтобы отец не съел больше и оставил детям. Так что это, как говорится, старая история. Вот. И это больше всего времени прошло в человечество в таком виде. При матриархате и при первобытно-общинном коммунизме. Поэтому на вопрос, когда будем жить при коммунизме, армянская радио совершенно правильно отвечает так. При коммунизме уже жили. Имеется в виду, что вот теперь поживите при капитализме, раз вы его упустили, раз вы его отдали. Вернули его назад, в капитализм. Потом частнособственческие формации, такие как владение федерализмом капитализмом, которые составляют одну отрицание коммунизма, одну такую большую суперформацию частнособственническую, которая потом отрицается, и мы переходим к чему? К коммунизму. Значит, при этом можно, конечно, печалиться, что в Советском Союзе социализма нет, но и зато есть социализм в Корейской Народно-Демократической Республике. Я там был две недели во главе делегации, в наше вот уже время контрреволюционное, поскольку с контактами они выходили, и сказали, у вас кто-то есть, мы хотим встретиться, у вас какие-то силы коммунистические есть, вот я-то РКРП, и еще один товарищ из телевидения, а один товарищ наш, из газеты «Народное право», товарищ Фетисов, член Рабочей партии России, и вот мы приехали туда, делегации нас две недели возили и показывали все, что мы хотим посмотреть, как люди работают, как отдыхают, и мы там увидели, как там придумано, чтобы у них социализм не пропадал. У нас вроде бы тоже и Сталин, и Ленин говорили, что надо, чтобы не было такого разделения, что одни только управляют, а другие только подчиняются. Поэтому надо обязательно рабочих в управлении привлекать, потому что если вы не будете привлекать рабочих в управлении, чтобы часть времени они занимались управлением государством, то государство будет нерабочее. А будет нерабочее, значит, оно поедет назад. И вообще диктатура пролетариата понималась не так Лениным, что вот есть какие-то вот пролетариаты, он такой передовой, и он сидит и всем управляет. Диктатуру пролетариата писал Ленин в книге «Детская болезнь ливизны в коммунизме», и в книге, которая приготовлена в связи с тем, что вот коммунистический второй конгресс комминтерна состоялся, чтобы люди понимали, что такое диктатура пролетариата. Есть упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Другими словами, ну вот мне приходилось этот же вопрос решать в своей книге о планомерном разрешении противоречия. Вот там стоит вот эта красная книга лежит, там воспроизведена эта книга о планомерном разрешении противоречия меня, там в составе других произведений тоже очень важных. И эта борьба идет при социализме все время. Она идет между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Она идет как борьба непосредственно общественного характера производства против товарности, нет товарного производства. Нет товарного производства при социализме, а товарности как момента. Не то важно, что я делаю и что я за это буду иметь. против такого момента, который характерен для товарного производства. Не важно, как будет жить общество, не важно, как будут жить потребители моего товара, а важно, сколько я за это получу. Это враждебная социализма тенденция. Следующее противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Вот здесь вот исправлена в этой книге такая ошибка, а я в первоначальном издании написал, 1986 года книга, и между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов его первой фазы. Это неправильно. Почему? Наличие это тоже положительное. Позитивное. Бесклассовая природа позитивно, наличие класса тоже позитивное. Что же положительное с положительным? Это неправильно. Но то, что это неправильно, я осознал значительно позже. Прошло немало лет, прежде чем я это осознал. Поэтому я говорю не для того, чтобы на себя, так сказать, навлечь такое понимание, что, так сказать, вот я тоже ошибаюсь. А дело в том, что это трудная такая вещь. Надо сохранить это дело. А иначе нет противоречия. Противоречия бывают между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Деление еще есть. Вот в этой. Вот здесь. В бесклассовой структуре. В этой, в этой. Вот сейчас. И вот это никто не заметил. И я и докторскую, так сказать, защитил. И по этой самой, по этой рукописи, и диссертацию у меня в докторской, и высшей администрационной комиссии. Я на перезащите в институте философии был. И там одобрили. Короче говоря, потом еще потянули полгода. И утвердили. То есть утвердить-то утвердили. А позже, через несколько лет, я вот обнаружил такой серьезный недостаток. А как его могут, так сказать, те, кто со мной спорили, обнаружить, когда они завязли в идее развитого социализма? А что такое развитой социализм? Социализм – это не развитый, не зрелый, не полный коммунизм. Значит, развитой социализм – это коммунизм. Как можно утверждать, что у нас коммунизм полный? Нельзя. Зрелый тоже нельзя. То есть давайте всех убедим, и этим занималась уже после 61-го года партия, что у нас все уже, все проблемы позади, все будет хорошо, и ждем коммунизма. Спрашиваем, когда будет коммунизм. Ну, если вы ждете, то вы придете куда? К разбитому корыту. Вот мы такую книгу, так сказать, с Долговым, с Ельмеевым, доктором философских и доктором экономических наук, писали. От разбитого корыта, корыта к созиданию. Поэтому, потому что, если вы не берете диалектику, это касается не только общественной науки, а это касается всей страны. Если люди не занимались, вот мы сейчас с вами представляем собой кружок по изучению диалектики. Мы выполняем ту рекомендацию, которую Ленин давал. И вот эта рекомендация, она имеется в собрании сочинений Ленина в последнем томе, а у нас она имеется в книге, которая издана под моей редакцией, науку Луики Гегеля. И в этой книге, вместо всяких разных пустых предисловий, которые уходят от диалектики, там стоит это предисловие, что мы все должны стать, все, не вот мы с вами раз, два, три, четыре, пять, а все, кто смотрит, между прочим, и те, кто не смотрит. Потому что те, кто смотрит, как говорится, в этой жизни смогут устоять против реакции лжи. А те, кто это сознательно не будут делать, сознательно не будут бороться. Без борьбы устоять в условиях капитализма невозможно. Тогда вот начинают вас сносить. Вот сейчас, так сказать, наша страна оказалась, сначала разделили Советский Союз, а потом уже на территории Советского Союза идет война. Так? А у нас по-прежнему еще отменяется День Свободной России. А что такое День Свободной России празднуется? Это день, в который в 1990 году Верховный Совет под председательством России, под председательством Ельцина, принял решение о том, что на территории России верховенство законов России. Это что означает? Означает, что законы Советского Союза перестают действовать. То есть, когда мы начинаем говорить, что какие-то такие люди, неизвестно какие, разрушили хорошее государство, Советский Союз, мы знаем этих людей, Ельцин и вся его команда. Ну и к этому и вел Горбачев. Горбачев и Ельцин, и вот вся эта линия, вся та часть партии, которая, не читая, не разбираясь, не являясь людьми, которые изучали ленинизм, марксизм, которые думают, что можно без ленинизма и марксизма построить коммунизм. Есть даже такой анекдот, как у наших еще в тот период, когда социализм уже был, а уже забарахлило все. То есть, тормозились темпы роста, ничего не получается, и вот тогда решили пригласить Маркса, что наш паровоз вперед лети, стал выдыхаться. Ну, Маркс, которого пригласили, оживили, он посмотрел, посмотрел, так, говорит, рельсы туда ведут, паровоз на рельсах стоит, ну, а более конкретно, это вам Ленина надо приглашать. Пригласили Ленина, Ленин, значит, посмотрел, рельсы туда ведут, в направлении к коммунизму. Паровоз стоит на этих рельсах, все нормально. Так, сейчас засучивает рукава и идет копаться в машину. И часа два копался в машине, и как Ленин бывает, когда вот что-то он выяснит, довольный такой, ручки потирает, говорит, ха, батенька, так вы весь свисток, весь пар в свисток выпускаете. Вот это что такое? Это развитой социализм. Весь пар выпустили в свисток. Ну, если развитой, что надо делать? Отдыхать. Ну, что надо делать, если все развитое? Скажите мне. Ну, как до такого додуматься? Это люди, которые, кажется, вроде изучали марксизм, ленинизм, а на самом деле изучали мало и плохо. Особенно по части изучения первоисточников. Я уже не говорю о науке логики Гегеля. И Ленина не читали, и Маркса, и Энгельса не читали. Хотя, я, например, по своему опыту знаю, я вот приходил к преподавателям, я хотел просто раньше сдать экзамен, говорю, а можно я вот на лекцию не буду ходить, на семинарскую не буду ходить, а какой-нибудь вот прочитаю книгу и вам сдам? Она говорит, да пожалуйста. А какую? Ну, берите вот материализм, империокритизм. Эта книга-то непростая. Философ у нас тут. Я прочитал, ему сдал, он поставил мне пять баллов, я больше не хожу на занятия по философии, могу другое сдавать в другое время. То есть, скажем, что касается моего собственного опыта, поскольку я никаким не являлся специалистом ни по философии, ни по политэкономии, ни по научному социализму, который с дуру переделали в научный коммунизм. Нету научного коммунизма ни у Маркса, ни у Энгельса. Нету такого. Есть коммунизм. А есть низшая фаза коммунизма, социализм. Научный социализм. Есть понятие. Развитие социализма от утопии к науке. Кто написал? Энгельс написал. А кто придумал научный коммунизм? Вот эти, которые уничтожали. Вот такая история. Так вот, я хочу сказать, что я изучал, будучи студентом математика-механического факультета, потом аспирантом на экономическом факультете, защитил кандидатскую диссертацию. И хочу сказать, что времени я, конечно, много потратил на то, что я еще получил. Еще две квалификации по политэкономии и по философии. Но при этом я брал первоисточники. А как мне удалось? Ну, если вы будете читать умных людей, то вы быстрее подготовите. Если глупых, то дольше будете готовиться и не сможете подготовиться. Правильно? Ну, как вот. Если у вас туго со временем, что надо делать? Гениальное читать или барахло? Вообще барахло лучше не читать. А если вы будете читать гениальное, то вы через некоторое время будете легко отличать барахло от гениального. То, что вы знаете по некоторым критериям, что вот эту глупость человек написал и нечего с ним вообще иметь дело. Или, как говорил Ленин, не надо тратить и пять минут на разговор с такими людьми. Пять минут не надо тратить. А если не тратить пять минут, можно, так сказать, все это сделать, пожалуйста. Ну вот, в силу такой задачи, которую мы с вами поставили, во-первых, изучать науку логики не по каким-то там вторым рукам и по каким-то еще источникам, а прямо по науке логики Гегеля, причем большая логика, я вот решил подготовить небольшое такое пособие, которое состоит в том, чтобы вытащить все определения тех категорий, которые даются, в том порядке, в каком они стоят. Это, конечно, не может заменить изучение науки логики Гегеля, но это, так сказать, позволяет увидеть, так сказать, эту дорожку, которая идет. А дорожка эта, естественно, противоречивая. Тут не так получается, что вы будете только бытие брать, а небытие не будете брать. Вы будете брать и положительные, и отрицательные. И вот я собираюсь это такое пособие сейчас огласить, имея в виду, что это в помощь всем тем, кто хочет самостоятельно разобраться, в помощь тем, кто занимается изучением науки логики Гегеля или у нас в стране, или и за пределами нашей страны, потому что, я думаю, что значение изучения науки логики Гегеля понимают все люди, которые хотят добиться чего-нибудь высокого, великого и глубокого. Документ, который я хочу вам огласить, называется «Развертывание категории диалектики в науке логики Гегеля». То есть, задача взять эти самые основные категории и их, так сказать, называть строго. Начало и результат. Начало что? Это не развитый результат, а результат. Это развернутое начало. Это категории соотносительные. Одна определяется через другую. Нельзя начало определить без результата. Или результат нельзя определить без начала. Бытие и начало. Начинается наука логики с того, что есть. То есть, с чего? С бы-ти-я. Это то, что есть. Правильно? Бытие. И это первая, самая простая категория диалектики. Есть и всё. Больше нечего о ней сказать как и таковой. Вот если я это усвоил и на этом стою, спросите меня, я изучаю наукологию? Да. А что изучил? А вот бытие уже изучил. Бытие это то, что есть. Это же я изучил? Изучил. Вы, может быть, изучили много всего разного, а этого не изучили. С той самой категорией, которая по существу аналогична материи. Материя это то, что есть. Вот что такое материя. Больше никакого никакого длинного определения материи быть не может. Чем больше охват, тем меньше формулировка. Так. Чистое бытие. Ну, если мы взяли бытие, о котором ещё ничего не сказано, кроме того, что оно есть, оно называется чистым бытием. Поскольку о чистом бытии ничего больше не сказано, кроме того, что оно есть, оно переходит в чистое ничто. То есть мысль к нам приходит, что если мы вот сказали чистое бытие, и больше ничего сказать нельзя, да это тоже, вроде как бы, можно посмеяться над этим. Думаю, что вы такое сказали? Да это то же самое, что ничто. А тут не смеяться надо, а понять, что, значит, вот эта мысль о чистом бытии переходит к мысли, в мысль о чистом ничто. Тогда берём чистое ничто. Что получилось, то и берём. А чистое ничто есть. Есть чистое ничто. Без всякой определённости. Нет, ничто и всё. А раз оно есть, значит, оно переходит в чистое бытие. И что получилось? Переход чистого бытия в чистое ничто, прихождение. Они уже теперь нечистые, раз они вместе. Прихождение и переход чистого ничто в чистое бытие, возникновение. А тогда движение и исчезновение бытия в ничто и ничто в бытии, единство, прихождение, возникновение, это что? Становление. Это к чему относится? К чему относится? Эти все категории, которые мы вот тут, которые тут записаны, которые увидели, взяты, и в этом смысл его, и гениальность этого произведения, что это относится ко всему, всеобщее. И стол, и мир, и общество, это все бытие. И в то же время в нем есть и ничто. А вот переход чистого бытия в чистое ничто – прихождение. Все приходящее. Вот, так сказать, вы можете играть уже в философ. Вы пришли со мной посоветоваться, скажете, вот, Михаил Васильевич, то плохо у нас, это плохо в стране, то беда, там, та-та-та. Я говорю, это все приходящее. Такие были умные люди, которые в лесах селились, к ним приходили крестьяне с подарками, там, с едой. Вот они говорили, это все приходящее. И действительно, они пошли, урожай стал лучше. В следующем году пришли, ой, говорят, спасибо, вы нам сказали, что приходящее. Все улучшилось у нас, урожай больше, коровы лучше доятся и так далее. А что говорит этот отшельник, он говорит, это все приходящее. Почему все приходящее? А потому что все приходящее. А приходящее, это переходящее, они просто ни во что. Чистое ничто переходит в чистое бытие, а чистое бытие переходит в чистое ничто. При этом переход чистого ничто в чистое бытие — это возникновение, а переход чистого бытия в чистое ничто — это прихождение. Движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие — единство, прихождение, возникновение. Как называется? Становление. А где это становление? Это категория всеобщая во всём. Нет ничего ни в мире, ни в человеке, ни в организме, ни в каком предмете. Всё имеет в себе переход бытия в ничто, а переход в ничто в бытие. Всё приходящее. Вот беда случилась. Это что? Приходящее. Приходящее. Поплачьте, пока больше не случилось. Потом, может, вы зря плачете. Зря истратили слёзы, а пришла ещё большая беда. Так что не особенно располагайтесь. Вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие — это единство, прихождение и возникновение, называется становлением. А что в становлении? Есть два момента — возникновение и прихождение. Всё находится в становлении, абсолютно всё. Это вот и называется «всеобщая категория». Не то, что вот и мы узнали такую категорию, которая относится к чему там? К озёрам, к рыбам, к животным, к крокодилам или к чему? Ко всему. Это всеобщая категория. Всё находится в постоянном возникновении и прихождении. Про вас не буду говорить, я, например, нахожусь в прихождении. А вы как раз по сравнению со мной люди более молодые, и как бы кажется, что вы находитесь только в возникновении. Ну, это только кажется, потому что нет такого человека, который бы находился только, даже если он совсем маленький мальчик или маленькая девочка, которая, так сказать, потом станет, значит, или юношей, или девушкой, потом мужчиной и женщиной, потом зрелыми людьми, потом престарелыми людьми и... Стариками. Что? Стариками. Ну, точки-то там нету. Стариками, не только стариками. Ну, древние стариками. Да, а потом у нас, а потом переселяется. В бочке. Хотите, переселяйтесь на кладбище. Это уже зависит не от тех, кто переселяется, а от тех, кто будет хоронить. А хотите, вас похоронят сейчас, так сказать, раз сожгут вас, чтобы сэкономить место. И, так сказать, в колумбарии поставят, и всё. Вы не расстраивайтесь, потому что здесь присутствуют люди гораздо меня моложе, поэтому для вас это всё это далёкое будущее, а для меня оно не такое далёкое. Но, но, мы же должны не на это смотреть, мы должны смотреть на то, что это относится к чему? Ко всему. И стол, за которым вы сидите, приходящий. И воду, которую вы поставили, и ангелы выпьют эту воду, не беспокойтесь, так сказать. И то, что вы ещё не прочитали на ухологии, не беспокойтесь, прочитайте всё. То, что вы ещё не понимаете, поймёте. Почему? Потому что всё, так сказать, перед диалектикой, всё, так сказать, герпит поражение. Если вы взялись изучать, значит, изучите. Но если не взялись, то, значит, не изучите. Поэтому это совершенно понятно. Таких людей, которые не изучали и поняли, вообще нет. Или тех, которые хотели понять, но не изучали, тоже нет. Потому что если вы не изучали, никак не получится. Поэтому когда человек говорит, а мне трудно, а с чего вы взяли, что это лёгкая наука? А наскажите, ну идите математикой выше занимайтесь, может, там легче. Или физики там вообще, начнут только что её рисовать, говорите. Всё, замолкните. О химии, о механике и так далее. О космонавтике. Ну, о чём мы говорим. Вот, так что, хотя существует очень много ладеек, как улизнуть. Дать своему мозгу и своей голове улизнуть от изучения величайших достижений человечества. Вот. Причём не надо ссылаться на специальность. Я вам не случайно сказал, так сказать, что я по специальности, по которой я закончил. Я математик. С отличием закончил математику, механический факультет. Рекомендованную аспирантуру по математике. Пошёл в аспирантуру по политэкономии. Защитил кандидатскую диссертацию. Потом два раза защищал докторскую диссертацию по политэкономии. Больше половины. Меньше двух третей. А по закону две трети надо, не меньше. А вот уже по философии я защищал. Больше двух третей я получил по теории научного коммунизма. Хотя научного коммунизма вообще нет. В сумме как в науке. Есть научный социализм. Ну так. Назвали его. Я стал преподавать философию, будучи доктором наук. На философском факультете. Ни одной лекции по философии я до этого не прочитал. Нигде. А вот что касается политэкономии, я преподавал на экономическом факультете, в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук. И там возглавлял целое, так сказать, направление. Ну так что я хочу сказать, что тот, кто, так сказать, двигается к диалектике, к изучению, он найдет путь этого, как этот путь проделать. А если не будет двигаться, ну понятно, что только тот пройдет дорогу, которая по ней идет. Ну и обстоятельства были для меня таковы, что я не мог тратить время на чтение плохих книг. Я-то читал только гениальных людей. Что я и вам посоветую. Вы же не успеете и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Гегеля прочитать. Зачем читаете это, барахло? Скажите, а вот он сейчас новый, вышла книга. В каком смысле она новая? Что в ней нового? Человек такой, знающий классику, он так вот щелкнет, посмотрит и увидит барахло. Хороших книг очень мало в науке. В науке открытие сделать очень же тяжело. А чтобы сделать открытие, надо встать на плечи предшественников, на плечи гигантов. А гиганты какие в области общественных того? Маркс, Энгельс, Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Дальше можете шагать. А если вы их не читаете, то никуда вы и шагнуть не можете. Если шагнете, не в ту сторону. Так, бытие и ничто. В становлении бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, нет отдельно бытия и отдельно ничто. Истина в единстве бытия и ничто. То есть, истина в становлении есть единство бытия и ничто, движение и исчезновение бытия в ничто, ничтого бытия. При этом мы получаем отрицание – это ничто или просто не. Это момент становления, состоящий в переходе того, что есть, в небытие этого бытия. Но никогда не бывает, и это вот тут вот как раз пошла эта важная диалектическая мысль. Не бывает просто самим собой, как абстрактное ничто, оно включает в себя то, что отрицается. То есть, оно есть отрицание содержания. Если я вас буду отталкивать и вам, значит, вот в этом действии будете присутствовать вы. Если я до вас не дотянусь, то вы никак не будете тут присутствовать. Если я вас отталкиваю мысленно, то в этом разговоре вы будете присутствовать, как то, к чему я присоединился. Если вы от чего-то отталкиваетесь, значит, вы к этому притрагиваетесь. И наоборот. Если вы не притрагиваетесь, вы и не отталкиваете как-то. Так. Отрицание не бывает просто самим собой, как абстрактное ничто. Оно включает в себя то, что отрицается. То есть, оно есть отрицание содержания. Наличное бытие. То есть, поскольку бытие отрицает ничто, ничто отрицает бытие, нет ничто, нет бытия. А вот то, что есть теперь, как результат отрицания того, что было, и есть наличное бытие. Наличное бытие – это название категории, которое является отрицанием бытия и ничто. То есть, в которое они друг друга, так сказать, уничтожаются. Возникновение отрицает прихождение, прихождение отрицает возникновение. Они не только уничтожают, но и продолжают друг друга. Одно в другом. Тем самым, раз отрицается оба момента становления, оно перестает быть их беспокойным единством и переходит в спокойное единство. Спокойное единство – «Бытие и ничто». Как называется? – Наличное бытие. – Наличное бытие. Да. Вот то, что налицо получилось, то и есть. То есть, если там было просто видно, что одно переходит в другое, а здесь оно уже скрыто через отрицание. «Ну вот я умираю, но это не видно». Или если вы хотите печалиться по поводу чьей-либо смерти, то таких людей, которые не умерли, никогда еще не рождалось на Земле. Правильно? То есть, какой способ остается для того, чтобы оказаться навсегда в человеческой истории. Ну сделать что-нибудь полезное для человечества. Правильно? Вот если вы сделаете человечество, проявитесь человечество в чем-то вперед. Вот в этом ваше бессмертие и состоит. Или наше бессмертие в этом состоит. Правильно? Поэтому с бессмертием все хорошо. Оно в делах. Человек вот сделал. Попробуй кто-нибудь, сделай столько дел, сколько Ленин. А умер он в 54 года. Попробуй, столько делай. А вот отрицательный опыт для человечества он тоже… А? Отрицательный опыт, например, для человечества он тоже будет… Конечно. Так этот отрицательный опыт для человечества, это извлекает опыт. Всегда положительные люди. А если отрицательный опыт используют новые современные негодяи, тогда это продолжение того отрицательного, что было раньше. Так? А вовсе не достижение. Так. Берем наличное бытие. Личное бытие, оно с отрицанием. Правильно? Потому что оно есть результат снятия становления, а в становлении есть что? Отрицание. Вы об этом заботились? Вот оно уже. Гегель позаботился. Отрицание присутствует в любом наличном бытие. В любом. Наличное бытие, как результат снятия становления, содержит в себе отрицание. Как называется это отрицание наличного бытия в наличном бытие? Определение. Определенность. Определенность. Определённость. Нет, вот такие вещи, это серьёзная ошибка. Определённость. Определение ещё как до неба. Определённость. Ну вот я могу сказать, вот человек в очках у нас, один, нет, двое. Один человек в очках вниз смотрит, другой вверх. Это ещё два отрицания, потому что человек, смотрящий вверх, это не все же люди смотрят вверх, это надо отрицать, обычно среднее нормальное представление, что он не вверх, не вниз смотрел, а вперёд. Вот я вижу, тут четыре человека вперёд смотрят, а двое, один вверх, другой вниз. Поэтому для одного определённость такая, смотрящая вперёд, а другого, одна смотрящая вверх, а у другого смотрящая вниз. Хорошо, что корабли это самое, такими, так, не плавают сразу. Раз, туда посмотрят, капитан, туда оно и плывёт. Но если вверх, то понятно, то есть, если у вас нет ни самолёт, то и не самолёт, а амфибия, то так у вас не получится. Итак, наличное бытие есть бытие с отрицанием, и вот это не бытие, принятое в бытие. Так, что конкретное целое имеет форму бытия, как называется? Определённость. Не просто определённость, а определённость наличного бытия. Мы же не говорим о чём-то другом, о наличном бытии. А с другой стороны, мы говорим об очень абстрактном. О любом наличном бытии, в любом наличном бытии есть его отрицание, поскольку оно результат снятия становления. И раз отрицание, в нём есть определённость. Ну, если я буду говорить, человек в рубашке. Рубашка – это же не вы, Иван, но не вы. Или будете доказывать, что это вы? А то, если будете доказывать, получится, что рубашка – это вы, а вот это органическое тело – это лишнее, ненужное добавление, которое надо вытряхнуть из этой рубашки, чтобы рубашка была чистой, хорошая, сложить её и положить. Это, конечно, непривычно для тех людей, кто не занимается диалексикой. Это непривычно. Вдруг определённостью является отрицание. Конечно, отрицание. Одно дело я, другое дело кто я. И что я? И что это за отрицание? Так. И вот если мы эту определённость возьмём, как бы заинтересовались и взяли изолированно от наличного бытия, само по себе, это что? Качество. Качество. Ну, мальчик вперёд прошёл. Даёт. Качество, правильно. Тогда мы качество берём. Ну, как вы думаете, качество, оно будет одностороннее в том смысле характеризоваться или двустороннее? Двустороннее. Двустороннее. А вот качество взятое одностороннее, как бытие, как называется? Реальность. Реальность, он, и вам вырвал. Вырвал. А качество, взятое как отрицание, так и называется отрицание. Вот тут Володя решил, что для него проще взять отрицание как отрицание, и думать легко. Вот получили реальность и отрицание, вот уже мы до чего дошли. В реальности взятые односторонние как бытие есть отрицание, а взятые для рассмотрения отрицание выступают как реальность. Правильно? То есть беру, раз они и реальность, и отрицание, они есть выражение того же самого, наличного бытия, поэтому они здесь выступают и как реальность, и как отрицание. Наличное бытие, взятое со своей определенностью, что это такое? Нечто. А? Нечто. Нечто, да. Нечто. То есть нечто, если определенное, наличное вы себе. Ну, как иногда говорят, ну, это нечто. Это считают, что они похвалили. Что-то такое вы сделали, написали, сложили, изобрели, ну, это нечто. Так а что вы сказали? Ничего не сказали. А что нечто? Нечто хорошее? Нечто плохое? Что нечто? То есть нечто, отличающееся от того, что перед этим вы видели. И всё. Ничего глубокого тут нет. Нечто — это просто определенное, но личное бытие. Раз определенное, а отрицание его... Мы же знаем, что всё надо брать... В нём же есть становление. Становление нас предупреждает от чего? От односторонности. Мы должны... Если мы что-то берём, так мы должны и в другую сторону посмотреть. А вот нечто, взятое с другой стороны, это как называется? Иное. Иное. И вот тут сейчас будет очень интересный переход. Иное, иное есть что? Иное. О! Будете спорить? Кто будет спорить, что иное, иное есть иное? Против этого кто-нибудь будет спорить? А в нём содержится два утверждения. Что иное, иное есть иное же. Как и было, так и оно осталось иным. Иное, иное есть иное. Вы что, не видите, что написано «иное»? А вовсе не то, что было. То есть, как тут нам поступать? Вот тут мы уже видим, что это диалектический подход. Вы нечто иное берёте? Иное, иное есть иное. Вот в этом выражении «иное, иное есть иное» содержится и переход в иное, и сохранение того, что есть. Вот нечто, взятое как отрицание, есть иное. А бытие для иного — это момент отрицания в нечто, это и есть бытие для иного. Вот вы сейчас все имеете такой момент. Вы сюда пришли, или мы сюда пришли, для того, чтобы лучше познать диалектику, да? Но лучшее — это отрицание же худшего познания. Поэтому все пришли для иного. Лучше даже отрицание хорошего. Такого, не хорошего, а такого, что есть. Такого. Вот оно от вашего изучения, дальнейшее позволит вам отрицать то, что есть. И то есть перейти в более высокое качество. Правильно? То есть вы будете лучше знать, чем до этого изучения. Бытие для иного. Момент отрицания в нечто — это бытие для иного. Каждый, кто здесь сидит, он имеет момент отрицания бытия для иного. Для того, чтобы лучше познать диалектику. А в себе бытие что такое? Это равенство с собой. Равенство с собой. И в обычном разговоре иногда человек вдруг смотрит, он как-то не так себя чувствует, или волнуется, или у него вдруг какие-то пятна на лице. Говорят, вы в себе или не в себе? Что такое в себе? То есть это как? Я залез в себя, и там еще и сижу, и оттуда выглядываю? Да. В себе бытие. В себе в диалектике, в философии означает равенство с собой. Если я в себе. А если не равенство с собой, как сказать? Вытие для другого. Да иного. Не, не в себе. Вы не в себе. Вы что, не в себе сейчас? Иван, вы в себе или не в себе? В себе. Ну, слава Богу. Пойдем дальше. Так. Момент равенства нечто с собой называется в себе вытие. Момент. Потому что это моменты нечто. А вот теперь моменты нечто. Нечто и иное. А нечто – это определенное наличное бытие. Нечто. Мы уже об этом говорили. Если наличное бытие, взятое со своей определенности, есть нечто. Нечто есть определенное наличное бытие. Но раз определенное, что это нечто и иное. Какое бы вы нечто ни взяли, человека, стол, стул, предмет, общество, класс, партию, в нем есть нечто и иное. Вот или говорят, у нас вот партия – это честь, ум и совесть нашей эпохи. Значит, я прочитал не только 45 томов Ленина, в которых произведения у него есть, еще и 10 томов писем. Ну вот в некоторых вот этих письмах есть такие очень острые замечания Ленина. Он, конечно, и такое говорил, что партия есть ум, честь и совесть нашей эпохи. Но в письмах, вот я у него прочитал, что у нас примерно 90% меньшевиков и эсеров и процентов 60-70 большевиков не умеют думать, а только заучивают и повторяют слова. Ну партия, она же из кого состоит? Как говорил Маяковский, из голосов сплетенных, тихих и тонких. От него лопаются укрепления врага, как от барабанного боя перепонки. Но если они лопаются только тогда, когда партия едина, по крайней мере в теории, и тогда она и в практике может быть единая. А если в теории вы думали этот развитой социализм и ходили с ним как с писаной торбой, хотя любой грамотный человек, если он подумает, он поймет, что социализм – это низшая фаза коммунизма. Это коммунизм в низшей фазе. Коммунизм с отрицанием. Это отрицание коммунизма, это отрицание его с точки зрения капитализма. То есть это родимые пятна капитализма. Товарность, стремление к личному обогащению, недисциплиинность, разгильдяйство. Или дать обществу поменьше и похуже, взять у него побольше. Сколько таких мерзавцев мы поймали и пригвоздили к позорному столбу, писал Ленин. Никогда не было так, чтобы при социализме не было мерзавцев. Ну, с кулаками боролись. Потом люди, так сказать, воровали. А при Хрущёве сказали, так сказать, вот на 50 рублей, если вы унесёте, то никакой уголовной ответственности нет. Так что вот сегодня берите 50, 51 не берите, потому что может быть уголовная ответственность. Завтра берите 50, и так каждый день. И так 10 тысяч человек. А? И так 10 тысяч человек с одного предприятия. Да, и так сколько угодно, да. Так, характер есть понятие. Характер – очень интересное понятие, определённость которой есть лишь бытие для иного. Есть бытие в себе. Вот оно записано в определении. А качество, которое есть в себе, в простом нечто, в себе это равенство с собой, и находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. Есть определение. В нём бытие – это такое внутреннее, которое выходит в огне. А вот определённость, которая есть лишь бытие для иного – это характер. Вот бывает так, что человек прекрасный, много сделал, но начинаешь с ним говорить, он такое несёт, и такие откалывает дела. Но это не главное. Это он не в своём главном деле, а вот как-то так себя видит. Вот я такой пример приведу. Очень интересно, я приехал к нам профессор из Чехословакии в университет. Такую книгу написал о чехословацком ревизионизме. Вот я её встречал, и встречал Виктор Георгиевич Долгов, который был проректором университета, и он её селил. Что она ему там не наговорила, что он там её не там селит, и что у него там плохая комната, и что это всё тут у вас плохо, и что это всё далеко. Ну я-то вот, мне это не приходилось слышать, а у нас книга у неё прекрасная, и выступление было отличное. по борьбе с ревизионизмом, который тогда уже наступал. Ну вот характер. Поэтому человек хороший, а характер, ну просто ты... Он обязательно должен с кем-то поругаться. Вот не так, как я с вами разговариваю. Чего смотришь на меня? А ты чего молчишь, мог бы и сказать что-нибудь, и так далее. Вот есть же такие люди, они вместо того, чтобы нормально говорить, они вот... А человек вроде хороший, вроде тебе умный что-то говорит, а потом вдруг его куда-то понесло. А это что такое? Это отрицание человека. Не судите строго. А вот... Незнакомый, не судите. Он поправляет нам просто. А? Его каких-то не поправлять надо чуть-чуть. Да, немножко подправить ему, да. Дать один раз ему по шапке. И он успокоится. То есть я сейчас... А что? А, хорошо. Он же понимает, что он хороший. В себе. В себе. А это бытие для иного. Это для иного. А зато я с врагами буду так сражаться. Раз вы не хотите, чтобы я с вами сражался, послите меня, и я буду с врагами сражаться. А что такое граница? Что скажут? Определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Да. То есть граница принадлежит и одной, и другой стороне. Одна и та же определенность. Определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. А конечное что такое? Он не знает, что такое конечное? Определенность, которая принадлежит. Чего-чего? Конечное. Он начинает уже с рельса, сошел с рельса. Уже у него колеса-то стоят, надо по шпалам пошли. Это конечное нечто. Взятые свои моменты границы. Вот так вот. Вот так вот. Он вас обошел на рубеж. Он шпаргалкой. А я с вами тебе беру. А вы не хотите использовать науку логики как шпаргалку? Ну, там скайдует. А? А тяжело нести? Тяжело. А вы тренируетесь? А вы тренируетесь, и будет не тяжело. Можете гантели поносить, а потом положите науку логики. Вам покажется очень легкой она. Так что граница – одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Это очень важное определение. Во-первых, потому что нельзя сказать, что граница принадлежит к этой стороне. Там всегда есть нейтральная полоса. И по этой полосе с одной стороны одни пограничники идут, а в другую сторону другие. И эта граница, которая вот так определяется, она граница – полоса дружбы. Если все хорошие отношения. А если плохие отношения, то та полоса, на которой все время идут какие-то провокации, ставят специальные защитные системы. Там бывают переходы, стреляют, и все что угодно. А сейчас вот все помешались у психологов это научились уважать личные границы. Свои, конечно же. А граница, она же соединяет... А если я уважаю вашу границу, это что значит? Значит, ты свою. Это же наше с вами границе. Ну, я уважаю вашу границу. А в чем состоит уважение? Я раз ее уважаю, я с ней считаюсь. Раз я считаюсь, то я могу ее перейти. А я считаю. Ну, правильно? Да. Но я надеюсь... А могу и не перейти. Так вы что хотели сказать? Вы будете переходить свою границу по отношению ко мне, а я не должен переходить. Да, вы не переходите мою границу, я вашу не буду переходить. Но все равно граница останется. Она никуда не девается, потому что она одна и та же определенность, которая соединяет и развивает два нечета. Вот обратите внимание, как мы пошли диалектически, и тут ни по отношению ни к одной категории нельзя применить только одну сторону. Все время две. Конечное. Что такое конечное? Кто скажет? Александр. Все, я простой вам вопрос. Конечное. И все, вы сказали, и все, конец. Что такое конечное? Наверное, задумался. А было? Тихо, 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 не было. Но если было, тем более легко. Конечное. Не хочется сказать. Значит, вы думаете только о бесконечном, Александр. Я понял, понял? Что вы такие мелочи, как… Я не скачу. Такие мелочи, как конечное. Ну, как вы думаете, что такое конечное? Это нечто, взятое со своей имманентной границей. Вот. Дело в том, что вот, когда вот над этим думаешь, тогда видишь, насколько понятно и просто у Гегеля написано. Что на самом деле, вот он такие проблемы разрешает очень просто. Нечто, взятое со своей имманентной границей. Не с той, которую я вам поставил, или другой поставил, а имманентной, внутренне присущей. Не с той границей, которую вам навязали. Вы же знаете, где у вас кожа, где у вас, так сказать, ваши поступки, ваши решения и так далее. Так надо вас, если взять со своей имманентной границей, это конечное. А если вы всё время выходите на свою границу, тогда вы бесконечно сидёте. Эта бесконечность может быть положительной, что вы бесконечно развиваетесь, бесконечно способствуете развитию других людей, или бесконечно мешаете другим людям и деградируете. Это тоже может быть бесконечно, потому что деградировать тоже можно долго. Хотя конец будет. Как вы понимаете. И там, и там будет конец. А это разные концы. Там, тут вы, Володя, тут у вас памятник поставят, а тут вас сожгут и развеют пепел. Могут и не ставить, могут забыть и развеять пепел. Вот, например, были поэты более гениальные читатели. Чем вы или чем я? А кто это более гениальный, чем Пушкин? Вы что-то такое намекаете? Куда-то у нас повели, и не в ту степень. Какой, например, был поэт как нацсен. Хармон. Понятно. Я думаю, что поскольку ни я не поэт по специальности, ни вы не поэт по специальности, мы не будем это рассматривать как истину, а рассмотрим как некое отрицание того, что до этого говорилось. Так. Предел. Ну, тот, кто изучал математику, тот знает, что такое предел в математике. Вот Степан, Степанович, спроси, он сразу там скажет. Да вы не скажете, а тот скажет. Предел – это граница, которая переходит. Это в диалектике. А в математике так просто. А в математике – это лимит. Число А называется пределом последовательности. Иксен, если для любого, сколь угодно, малого числа, эпсилон, найдется такое n большое, что для всех n больше n большое, xn минуса по абсолютной величине меньше эпсилон. Вот говорят, вот трудно им в диалектике. А вот видите, какая сложная штука по математике. А здесь-то что? Граница, которая переходит. У нас все из пределов состоит. Вы отсюда переходить будете в порог? Да. Ну, значит, это вы через предел будете переходить. Пока вы говорите, понятно. А вам сразу потом понятно. Ломить этот предел математически можно, пока вы говорите. Ну. Так, быстро, образом. Да. Как пропускать. А я и обязан. А я обязан, как руководитель кружка, говорить понятно. А если бы я говорил непонятно, вы бы сразу предъявили мне требование, что вы кроете кружка, а говорите непонятно. Вот я вам предъявить такое требование могу, потому что вы, не руководитель кружка, можете и не понять, можете не разбираться. Михаил Васильевич. А я-то как могу не разбираться? А что тогда сели сюда? А зачем-то вы вещаете? Михаил Васильевич, а вот непонятно, почему именно Эмсилон, а не Омега, скажем? Так сложилось исторически. Это все равно. А? Все равно. Так сложилось. Привыкли так. Привыкли так. Ну, вот как вас зовут Владимир? А могли Петром его назвать? Ну, Владимир еще круче, чем Петр. Петр был первый, а Владимир Ленин. Чего вы страдаете? Все хорошо? Я не страдаю. Ну, вот прекрасно, идем дальше. Так, предел. Кто скажет? Граница. Какая? Которая переходит. Вот, которая переходит. Вот, понимаете, обычно считаешь, что предел, я дошел до предела, все, конец. Вот хорошие спортсмены уже это понимают. Вот те спортсмены, которые являются рекордсменами. Что такое рекордсменами? Был рекорд, там, скажем, прыжков в высоту 2 метра, потом стало 2,10, потом стало 2,20, потом, сейчас, наверное, 2,40 с лишним, да? И все это было границей. А есть рекордсмены, они отрицают эту границу. А это граница для других, а для них не граница. А не граница, граница то, что переходит. Вот, когда они ее перешли, она вот стала границей. А до этого, то есть пределом. Предел – это граница, которая переходит. А у нас, так сказать, в быту считается, предел – это то, через куда нельзя переступить. Хотя в математике, например, когда вы берете предел, число А, не важно, с какой стороны вы подбираетесь к этому А, справа или слева, или ниже, или больше. Важно, что у вас все меньше и меньше, и меньше, и нет такого. С какого-то момента, когда уже будет у вас больше n большого xn, а при n больше x большого, все они умещаются в эту епсилон. Так что математическое определение предела тут как-то координирует с философским. Но это разные, чем не менее, названия. Для философии предел – это границы, которые переходят. А если… А понимают люди, как правило, предел – это граница, которая не переходит. Но если я ее не перехожу, как же она мне предел? Я не перехожу ее. Она предел для меня или нет? Получается, математические пределы – это все-таки граница? Да. А не предел? Нет, и предел есть. Почему? Предел есть… И все-таки граница. Всякие пределы есть граница. Предел есть граница, которая переходит. А в новоматике… Ну, что он точно… Математические границы даже не переходят. Могут и переходить. Переходят все время. Бесконечно же движение идет. Для любого епсилона, это все епсилоны взяли. Все. Бесконечное число епсилон взяли. Для любого, сколько угодно малого числа епсилон. Сколько угодно малого, да еще сколько угодно этих чисел набрали. Тут бесконечность в математике. Но мы все равно… Не для чего что-то в разовом порядке там где-то не переходит, а бесконечно любое. Еще делите каждый раз пополам. У вас был сантиметр, полсантиметра, четверть, одна восьмая, одна шестнадцатая и поехали. И так до бесконечности. Вот предел функции… Это другое. Не надо предел функции путать с пределом последовательности. Это не тема наша. Это не там, когда переходят. Да, переходят. А вот тогда и все… Ну как же не переходят, когда… Неважно здесь с какой стороны вы подходите, плюс или минус. А есть предел справа, а есть предел слева в математике, отдельно категории. Предел справа, когда только положительное. А предел слева только меньше этой величины. Но они все равно вот так, каждый раз пополам делите, и у вас слева будет ближе, 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 ближе. А потом предел справа. Ближе, ближе, ближе. А можно не говорить справа и слева, тогда как угодно крутить. А есть такие функции? Ну для любого эпсилон. Для любого. Вы уменьшаете эпсилон каждый раз в два раза. И все равно туда и уходит бесконечный будет процесс. Бесконечный. Вот это предел. Так, долженствование. Что такое долженствование? Так, Иван, вы должны все просчитать и все понять в науке логики. Понятно? Понятно. Это что означает? А? Уже долженствование. Вот долженствование. Момент выхода за свой предел. Есть долженствование. Вот и все. Вы должны. Должны? Не будете спорить. А что вы сюда пришли тогда? Если вы не собираетесь стать диалектиком, а что вы сюда пришли? Как называется момент выхода за свой предел? Вот вы, товарищ Лазарев, вы выходите за свой предел? Выходит. Ну, лучше вы скажите. А? Со стороны виднее. Нет. А вы со стороны на себя и посмотрите. Вы со стороны на себя и посмотрите. Так будет вам виднее. Ну, полагаю, что выхожу. Выходит. Выходит. Да. Потому что человек, который не выходит за свой предел, знаете, как называется? Ограниченный. Смысл-то человек, он все время выходит за свой предел. А вот дети больше всего выходят за свой предел. Взрослые потом, они становятся такими солидными, им как бы неприлично выходить за свой предел. А ребенок, он же не знает, что он неправильно говорит. И он не знает, что он может и не научиться говорить. Он уже считает, что он говорит. Хотя он кроме ничего еще сказать не может. И он уже там или смотрит на тебя, или показывает, или тянется. Он все время выходит за свой предел. Потом тот, кто смотрит, как ребенок, с чего начинается, он вперед начинает ползти или назад? И вперед, и назад. Да не вперед, а назад стабильно ползет. Так я, как у меня все-таки двое сын и дочь, и еще пять внуков, то я знаю, как ползут. Ползут изначально, пока ногами отталкиваются, и куда-то. Это не сразу они начинают вперед. А уж если говорить, как ходят на четвереньках, а потом переходят свой предел, выходят за свой предел. Дети легко выходят за свой предел. Все. А взрослые становятся важными и говорят, это предел. Я дошел до предела. Какой вывод, если вот, Александр, если вы дошли до предела, какой вывод? А что-то, а вы-то что-то будете делать? Переходить. Переходить. Если я дошел до предела, значит, счастливый путь дальше. Новый предел. Правильно? И дальше что? Так и выходим. А вот эти рекорды, это же пределы в спорте. Кто такой рекордсмен? Рекордсмен, это такой спортсмен, который регулярно выходит за свой предел. Так это его предел. Он выходит за свой предел. Граница. И для него это вот он. И допустим, последний раз вот уже он не вышел. Но все равно он себя зарекомендовал как рекордсмен, который, так сказать, раз, два, три, сколько-то раз выходил за свой предел. А другие вообще не выходят за свой предел. Это ограниченные люди, которые говорят, я это не буду. Я не буду. Я выхожу за свой предел. Я зашел до предел. Если вы дошли до предела, это что значит? Значит, еще. Перейти на то, и все. А? Нет, это значит, что вы его перешли. Потому что если вы его не перешли, то вы не дошли. Но если я только дошел. Но если вы дошли, значит, вы уже его перешли. Потому что если вы на нем не сдвинулись с него, то тогда вы не докажете, что вы дошли. Вы скажем, вы-то будете все слева так и стоите. А может быть, кто-то доходит до предела и потом он заканчивает. Он доходит до предела, значит, он дошёл до предела, если он перешёл. А никакого другого доказательства того, что вы дошли до предела, нет. Вот когда вы перейдёте предел, вот это будет означать хотя бы на сантиметр, на миллиметр. Тогда будет означать, что вы вышли за предел. А если вы не вышли, так вы не дошли. Это тот момент такой щепительный. И потом уже дальше идти? Дальше идите дальше, да, нового предела. Новый предел. Это понятно, что предел есть почти для многого, для всего там и для людей. Но больше пределов люди ставят сами себе. А не то, что им прям ставят. Вот вы можете изучить марксизм-линизм? Ну и всё. В чём проблема? Идите, изучайте. Предел есть граница, которая переходит. Долженствование, кто скажет? Степан Степанович, вы не скажите, что такое должноствование? Только сейчас только скажешь. А? Это момент, в котором движение перехода через границу должен стать. Да, правильно. Совершенно правильно. Момент выхода за свой предел. Должноствование. Вы должны это изучить, а ещё не изучили. Значит, это должноствование над вами висит. Задача, которую вы ещё не решили. Вы должны. Так? Вы должны изучить науку, диалектику или нет, Иван? Да или нет? А вы изучили? Нет. Ну, так вот. Так вы выходите за свой предел? Входю. Чё так медленно выходите? Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Это вы скажете. Это другой вопрос. Я вам ответил на ваши вопросы. Будьте здоровы. Вот и всё. Так надо тоже этих останавливать, руководителей. И ставить на место. А то они чего-то будут требовать слишком много. А бесконечное – это что такое? Это конечное. Ох ты, здорово. Вы же хватанули. Бесконечное – это конечное. Ну, вы даёте, Владимир Алексеевич. А то это вы диалектику развернули на 180 градусов. Бесконечное – это цепь конечных. Что? Это цепь конечных бесконечных. Это дурная бесконечная. Да. Бесконечная цепь конечных. Вот пример того, как люди усложняют себе жизнь под видом изучения. Не усложняйте жизнь, Владимир Алексеевич. Бесконечное. Бесконечное есть отрицание конечного. И всё. А вы только и делаете, что отрицаете конечное. Вы вот только сейчас, я вот с вами поговорил, и вы сейчас уже узнали то, чего до этого не знали. Вот вам отрицание конечного. Вы всё время, если вы пришли в кружок, вы должны всё время отрицать конечное. Это обычное дело. И любое знание, получение любого знания. Ну и всё. Да что, получается, я бесконечный, что ли, если я? Да, конечно. Бесконечно. Потому что вы выходите за свой предел. Конечное – это то, что не выходит за свой предел. А вы выходите. Я вас хочу возвысить. А вы говорите, нет, я человек маленький. Не трожьте меня. Я ничего не знаю. А зачем вы сюда пришли? Вот так, за компанию. Хорошая. То есть я-то что хочу сказать? Вот смысл того, что я вот это выделил, потому что очень простые все категории. Очень простые, на самом деле. Народ запуган тем, что это «о-о-о-о, диалектику изучить надо, о-о-о-о». А что «о-о-о», что-то такое «о-о-о». Вот человек ему говорит, что он бесконечен и вечен. Сделайте. Чем больше вы сделаете хорошего, пока живёте, тем больше масса человечества будет помнить. Может, будет помнить навсегда. Ну, Маркс и Энгельс, вот их помнят же. Они давно умерли. Только Маркс и Энгельс, а сколько ушло в мир иной, от которых не помнят. А, вот они ушли, а у вас ещё есть что-то сделать такое, чтобы вас запомнили, товарищ Мальцев. Вы ещё в рядах находитесь в рабочей партии России. Вот думайте, как вам сделать так, чтобы вы, так сказать, остались в памяти народной. Где вы будете в памяти-то? А родственников в памяти, сами знаете, родственники поплачут немножко, потом вытрут, слёзы висят, что ещё, всё. Вот человек, который, например, в буржуазное время находится в рабочей партии, например, это уже человек перешёл через свой предел. А предел чем устанавливается? Это партия не буржуазная, а партия рабочего класса. Ничего не запрещено, кстати. Причём это вот какой-то странный испуг. Рабочая партия не запрещена. Везде, так сказать, у нас вот газета, вот мы её издаём, сейчас сколько, 62 тысячи экземпляров, раздаём фабрик и заводов. Выходят люди. Люди уже спрашивают, когда примеси его тихо, когда будут. Они уже вышли за свой предел. Сначала как-то так странно воспринимали. Или, так сказать, охранники на заводах. Им ещё надо было объяснять, что Россия демократическая страна, буржуазная страна демократическая. У нас есть закон о правах журналистов. В нём написано, что воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов преследуется до четырёх-двух лет лишения свободы. До двух лет. Поэтому и желающих до двух лет, так сказать, посидеть особенно не находится. Поэтому мы спокойно всё раздаём. Потому что мы знаем свой предел и выходим за него. А если мы вот раньше раздавали, допустим, 40 тысяч, а сейчас 62. Это же тоже выход за пределы. А если было 62, а будем 620 тысяч раздавать. Видите разницу? И заводов всё больше, и так далее. То есть это та дорога, по которой можно идти. А вроде бы каждый раз, ну что такого, ну вышли, встали пораньше, раздали газеты. Тоже и книги, то же самое. Никто же не может сказать, что нам нечего читать. Нам не даёт. Так вы не берёте. Вы сами не выходите за свой предел. Так, момент выхода за свой предел есть долженствование. А бесконечное это что? Отрицание конечного. Вот, правильно. Отрицание конечного. То есть, а вы всё время конечное отрицаете. Вот мы сейчас с вами, по мере того, как идём, отрицаем конечное, правильно? То есть то, что было, отрицается. Идём дальше. То есть это обычное дело, отрицание конечное. То есть все мы. А некоторые думают, что бесконечное – это у философов или у попов. В церковь пойдёшь, там вот так. А вечном – бесконечном. Почему там тоже конечный, а Бог в церкви. Он конечный. Почему? Он всемогущий. Он всемогущий. Но он не может создать такой камень, который он бы не смог поднять. Так, бесконечное – это что? Отрицание конечного. Да, вот это надо запомнить. Потому что под этим чёрт я что понимает. Бесконечное – это… Никакое тут отрицание конечного. Причём это отрицание, вот вы сейчас производите. Да любое изучение чего-нибудь – это отрицание конечного. Вы ещё дальше. И нету никакого конца. Или есть конец, когда вы уже… Нельзя будет ничего дальше изучать. Всё, уже изучили. Да. Да? Вы уже видите, да? На кладбище. Нет. А вы скажете наоборот. Так сказать, придёт? Нет. Придёт старуха к вам, дескать. Всё, собираетесь, Владимир Алексеевич. А вы скажете, не, я ещё это не изучил, то не изучил, это не изучил. И прогоните её. Так, пока будете прогонять, она и не приходит. А не будете прогонять, она и придёт. Как вы думаете, кто больше живёт? Кто изучает диалектику или кто не изучает? Она придёт. Придёт, мы сказали. Придёт. Потому что мы находимся в прихожей. Да, она много раз может к вам приходить, а вы каждый раз ей говорите. Ещё этого я не прочитал. Вот у нас был такой очень замечательный коммунист, очень хороший, и писатель, и поэт Владимир Бушин. Владимир Бушин. Он даже специальный такой рассказ написал, что к нему каждый раз приходит эта самая с косой смерть. Он, о, слушай, говорит. А он как раз пишет ночью. Слушай, говорит, послушай, что я написал. Вот она, значит, слушает, слушает, слушает. Он ещё и читает, ещё читает. Потом, говорит, ну, чёрт, уже всё посветлело. А коса у неё есть? Ну, сегодня не выйдет ничего. И улетает. Завтра вылетает он. О, вот как раз ты прилетела, давай. И он начинает ей зачитывать ещё, что он написал. А он писал, писал, написал стихи и произведения. Замечательный публицист Владимир Сергеевич Бушин. Можете почитать. И на Ленру даже его есть выступления записаны. Так старуха всё-таки... Мы с казёном к нему приходили домой, так сказать, и поздравляли. А? Старуха всё-таки пришла к нему. Так он, наверное, перестал писать, она и пришла. А, отдохнуть пришёл. Так, а дурная бесконечность? Что такое, кто скажет? Переход от одного конечного. А? Да, правильно. Перечный переход от одного. Степан Степанович. А отрицание конечного состоит в переходе к другому конечному. От другого к третьему. И так далее до бесконечности. Вот и всё. То есть, бесконечный – это выход на свой предел. Отрицание конечного вообще, а не переход к другому конечному. Истинная бесконечность – это бесконечность, как утвердительная, безграничная. А граница в нём есть конечная. В этом переходе есть граница. Но она конечная. А вы её переходите. Для себя бытие. Что такое? У вас для себя бытие или для кого-то другого, товарищ? Тут немножко попакивает эгоизмом, да? Для себя бытие. Нет, я как представитель класса понимаю, что класс должен быть для себя. Да. Он не может быть бытие для иного. Есть для себя бытие. Поэтому, если человек стоит на позиции класса, он себя вывел из категории конечного. У него есть какие-то свои, особые какие-то выгоды и интересы. Но он во главу угла поставил интересы передового класса. А интересы передового класса позволяют ему держать, соответственно, курс и развиваться. Ну, как вот развиваются те спортсмены, которые потом рекордсмены. Что вы посоветуете, если человек боится, что он скоро умрет? Ну, так вы возьмите что-нибудь серьёзное вроде новой логики. И это вам не скоро будет. Пока будете разбираться. Да. А тут кто и придёт, если с косой скажет. Слушай, о, как раз пришла. Слушай, посмотри, а что вот это вот означает? Вот это вот. Вот будет разговор. А для себя бытие? Вот мы, у нас для себя бытие, как бы, в морали, в коммунистической, там, в пролетарской, это как бы эгоизм, да? А у Гегеля как? Без себя бытие. Ну, то, что взят на границе. Вот если вы, если вы о бесконечном, бесконечном заботитесь, о бесконечном, не о конечном, достать рубль или два рубля, или два миллиона. А. А о бесконечном. То, оно уже не бытие для иного, а есть для себя бытие. Вот поэтому, скажем, вот в этом смысле, скажем, а чего вот, так сказать, вошли в рабочую партию России? А потому что не хочется быть конечным, а хочу быть бесконечным, и всё. То есть, вы же должны думать о партии, о классе, рабочем, не только что вот, не только о своей зарплате, не только о своих условиях труда и так далее. То есть, как-то о человечестве, о будущем. Ну, человек, который вошёл в рабочую партию, думает о добре. Ну, это и есть добро. Добро у него выражается в том, что он выполняет программу партии. А программа партии, если программа партии выражает интересы рабочего класса, а если она плохая, нет программы или ненаучные. Тогда у него имитация есть, а этого нет бесконечного. Так, а для себя бытие, то есть, звучит эгоистично. Гегель говорит, для себя бытие, и ещё пропагандирует это. Это не подрыв ли устоев? Для себя бытие, как вы к этому относитесь? Положительно. Положительно, да? Вот только о себе и думаете, понял. Вот у нас, вот он думает. Дескать, вы тут сидите, а я сейчас приду домой и буду быстро-быстро читать науку логики Гегеля, как для себя бытие, и в следующий раз приду и на все вопросы буду отвечать. Так вот, ну я-то ведь задаю вопросы какие, ответы на которых есть в науке логики. То есть, я иду по порядку, я ничего не придумываю, это не моё. То есть, в этом смысле моё, как усвоенное мною. Но это Гегелевское. Для себя бытие. Поскольку помимо бесконечного ничего нет, оно не может быть бытием для иного. Есть для себя бытие. А для чего тогда? Если оно бесконечное, не может быть оно бытием для иного. Нет иного. Всё это для себя. То есть, если вы за бесконечное схватились, вообще вот, ну скажем, в программе рабочей партии России, там же установление полноуклонизма на всей Земле. Ну это же бесконечное. То есть, для эгоизма места нет. Там инолуния уже можно даже установить будет. Да нам хотя бы в одной стране установить, в своей. А в одной стране не получится. А неизвестно. Вот у нас такой парадокс исторический, что Россия – это единственная страна, в которой капитализм после социализма. И поэтому под ним всё время вот это есть. Такая подоплёка, что вот что бы ни делали эти капиталисты, даже капиталистическое государство, какие-то поступки положительные, а все они бледнеют на фоне того, что было при социализме. А Болгария являлась социалистическим государством? Социалистическое государство, Владимир Владимирович, называется, как только устанавливается диктатура пролетариата. А социализм там был? А вот социализм в Болгарии был построен, а в Польше нет. Но, значит, не только в Болгарии? Почему? Да, не только. И в Чехословакии был построен социализм. И в Албании был построен социализм, и там хорошая была партия, между прочим, албанская. А ещё Румыния была, тоже там был построен социализм. А в Польше решила, что они не будут землю, так сказать, из частной собственности переводить в общественную. Поэтому Польша, она, так сказать, это своё превратило в социалистическое строительство бесконечное, пока не пошло в движение назад. А в ГДР не было социализма? А? И в ГДР не был социализм. Ну как же не было? Здравствуйте. Как же не было, когда было? Ну там тоже были мелкие лавочники в ГДР. Они что, составляли главное, что ли? Ну не составляли главное. Ну так это целый класс был мелких лавочников. Нет, того класса не было в ГДР. То, что мелкие лавочники были. Ну у нас Гудалиново продавали и чистили на площади Восстания ботинки. И что? Что не было социализма. Было при социализме. Это отдельные люди, там были отдельные, так сказать, частные какие-то элементы. А социализм это построен. Можно сказать тогда и в Польше, что это тоже было? Нельзя сказать, потому что все сельское хозяйство частное. Сельское хозяйство. Это же не изготовление, скажем, колец каких-нибудь бронзовых или золотых. Это то, что необходимо для народа. А вот эта часть, сельское хозяйство, тем более оно не индустриальная аграрная страна, а аграрно-индустриальная. Поэтому Польша, она затормозилась. Она на том этапе оказалась, что она как была частно-собственнической страной, так она и есть. И вся история такая. Так что вот. Так, для себя бытие. То есть, если вы хотите для себя жить, то превращайтесь в для себя бытие. Это не будет эгоизмом. Потому что для себя бытие, чтобы это называлось, это бесконечное, а не то, что вы даете. Только для себя деньги, или только для себя водку, или только для себя закуску. Это не для себя бытие. Для себя бытие. Помимо бесконечного ничего нет, и оно не может быть бытием для иного, а есть для себя бытие. Так. Вот теперь как соотносится наличное бытие и для себя бытие. Наличное бытие – это категория конечного, правильно? А для себя бытие – категория бесконечного. Поэтому оно для себя бытие. Так что вот такая интересная вещь. На личное бытие, когда мы говорим, это ну есть и есть. А это уже для себя бытие. То есть для себя бытие связано с бесконечным. Потому что для себя бытие связано с бытием в себе. Они неразрывны. Одно. Что такое одно? Вот сейчас-то вы и застрянете, дорогие товарищи. Это вам не математика. Одно это что? Есть только одно. Ну как это? Два тоже есть. Что вы говорите? У нас двое с вами. А мы еще до этого не дошли. Что значит не дошли? Кто это мы? Мы еще не знаем. Кто это мы? Это вы себя на вы называете? Ну, это вы вежливо к себе относитесь. Я согласен. Нормально. Значит, одно. Поскольку бесконечное не имеет границы, оно не переходит во иное, есть одно. Бесконечное одно. Вот человечество не имеет границы. Или имеет? Имеет. Границу? Да. Но? Оно рано или поздно должно уйти. Это вы заказали такое? Это сказал Фредерик Амельс. Что он сказал? Доказал? Он сказал, что рано или поздно человечество, в принципе, погибнет. Ну вот пожилой Энгельс это доказал или просто сказал? Нет. Вы сказания читаете или доказательства? Есть доказательства тому. А вот у Гегеля доказательства, что поскольку бесконечное не имеет границы, оно не переходит во иное, и есть одно. Бесконечное человечество бесконечно и вечное. Никакой у него границы нет. Они же вымерли. И тогда они тоже были бы бесконечны. Если Иванов вымер, то это не значит, что Петров выберет. Нет. Ну и что? Все вымерли. Ну и что? Что следует из того, что следует из того, что одно из животных, один вид животных вымер? Что из этого следует? У вас ошибочное мышление. Вы делаете вывод недопустимый. Вот они сидят. Вот бесконечно. Это же бесконечно. Можно бесконечно. Там будут рождаться новые люди, идти дальше. Уже скоро будут на Марсе сидеть в кабинах там. Не знаю. Вы не знаете, а они будут шахматы играть с землянами. Может, землю так тряханет, что там никто не будет. Может, землю так тряханет, что останутся одни марсиане. А на Марсе ничего нет. Люди это сняты и динозавры останутся. Правильно? Там нет ни атмосферы, ни вон. Значит, Володя, рассуждение на тему о том, что может быть, не имеет к этому никакого отношения. По смыслу своему называется бесконечным то, что не имеет границы. Вы что, против этого? У вас есть граница для человеческой жизни? Граница есть? Думаю, да. Думаете, о чем вы думаете? Ну как нет? Для человечества есть граница? Нет такой границы. Почему? Для человечества есть граница? Нет для человечества границы. Не выдумывайте, пожалуйста. Когда выдумаете, пишите статью. Нужно поднять еще раз, перечитать. Поднимайте. Поднимайте, да. По природе свое человечество бесконечно и вечно. А вы судите по... А почему? А почему тогда динозавры? Они тоже должны быть? Идем дальше. Вы как раз... Володя, вы как раз... Вы то, что я вот зачитываю, вы это не читали. Вернее, читали, но не отметили себе. Например, многие одни не имеют разделяющие границы. Многие одни не имеют разделяющие границы. Вот сейчас нас много, да? Но не только мы здесь сидим. Есть и другие люди. Третий, четвертый, пятый. И все время, между прочим, людей становится больше или меньше? Больше. Ну, значит... А границы есть? Нету. Нету границы. Это-то вы осознаете? Я это осознаю. Вот если осознаваете, будьте на уровне этого сознания. И говорите с позиции вечного человечества. А вы говорите с позиции... А вы начинаете каркать. Среди сказать, вы умрем. То есть я умру, заодно и вы умрете все равно. Многие... Еще раз. Я умру и... Еще раз разберитесь в категориях. Есть категория многое и одно. Многие одни не имеют разделяющие их границы. Нет, границы их разделяющие. Многое есть одно. Одно есть многое. Поэтому сколько бы ни было людей, все это многое и в то же время одно. Как называется момент отрицания одного? Многое. Многие одни. Нет. Момент отрицания одного, как называется? Фу, множество. Отталкивание. Отталкивание. Момент отрицания многого, как? Притяжение. Притяжение. Вот и все. Это такие вещи. Обратите внимание, в космическом пространстве, там есть и отталкивание, и притяжение. И то, и другое. Единство – это что? Вот это очень интересно, эта категория у Гигеля. Единство. Единство есть одно, как многое, и многое, как одно. Ну, вы можете представить, вот многое? Вот всех людей можете взять? Могу. Изобразите, как одно. Это что будет? Ну, как одно. Вот все население, земли. Да ну, опять все население. Человечество. Одно. Человечество, если это вот понятие. Человечество. Оно все время меняется, это человечество? Меняется. И пока растет. Может, когда-то будет стягиваться. Но это одно. Так вот, многое одно не имеет разделяющей их границы. Вот сколько бы не изучало людей науку логики, это все одно. Это люди, которые с уважением относятся к самим себе, изучают диалектику, обращаясь к гениальным людям, таким, каким, как Гегель. И слушая советы гениальных людей, такие, как Ленин. Для того, чтобы нам побороться с реакцией, так сказать, и ложью, необходимо всем стать кружком любителей гегельской диалектики. Так и написано у Ленина буквально. Не хотите – не вставайте, хотите – вставайте. Но это же записано. Вот поэтому единство, о котором часто говорят и пишут, оно очень просто выражается. Единство – есть одно, как многое, и многое, как одно. Вы можете сказать, что все мои клетки вместе составляют одно единство – это я. а с другой стороны, вы, мы с вами вместе, как представители человечества, тоже составляем одно. Все отдают себе отчет, что мы находимся в человеческом обществе. И сколько бы человек не отказывался от того, чтобы изучать величайшие произведения человечества от этого, не значит, что мы должны с ними соглашаться в этом отношении. Кто хочет, так сказать, ходить всю жизнь в дураках, может ходить в дураках. И тогда ему будут все время всякую лапшу. На всю страну говорят о каком-то развитом социализме, о каком-то народном государстве. Бывают народные государства, если государство – это машина насилия одного класса на поле? Не бывает. Не бывает. Но это же написано в программе партии было. Проглотили это дело. Ну, правда так. А вот количество, что такое? Отрицательное качество. Вот и все. То есть, очень просто все здесь. Вот если вы не разрываете, не выдумываете отдельно какие-то категории, не опираясь на то, что мы прошли, тогда это трудно, тогда это не стоит, кирпичи как бы не складываются. А если вы заметили, вот мы идем от самых простых категорий и поднимаемся постепенно, вот это будет уже количество, получается, как отрицание качества и все. Как одно берется. Многое. И многое, как одно. Единственное, есть одно, как многое, и многое, как одно. Ну вот наше время подошло к концу. Так. Значит, из этого нашего обсуждения следует, что темпы наши не таковы, что мы это очень быстро по этому проходим. Правильно? Ну, я так понимаю, идти вот в таком порядке, проходя подряд все основные категории научной логики очень полезны. Правильно? Причем мы как проходим? В самом, так сказать, таком лучшем виде мы идем от простого к сложному. То есть все наслажняем, усложняем, усложняем. Вот все следующие категории содержат себя те, которые в начале, все предыдущие. И так мы движемся, и так и дальше будем двигаться. Поэтому вот вам ориентир для этого, так сказать, и читайте. Теперь нам остается с вами определить, когда у нас будет следующее заседание. Следующее заседание у нас 22 октября кружок. То есть что вы можете в это время делать? Ну, тут идти этой дорогой в принципе. В принципе даже человек, который изучает науку логики, штудирует ее. Он может взять и уже часть прочитанного снова посмотреть, а потом посмотреть вперед там, или двигаться вперед. Свободно к этому относиться. Это называется штудирование. Штудирование возвращаться снова. Видели, как работает бульдозер? Вот он идет и затормозил. И перед ним гора земли. Что делает бульдозер? Он назад отъезжает и снова начинает ехать, и он уже дальше пройдет. Метод бульдозера очень я рекомендую для изучения науки логики. Потому что совершенно понятно, что это не простые категории. Или наоборот, они такие простые категории, что мы к ним не привыкли. Поэтому все время что-то такое наговариваем очень значительное, а тут все на самом деле проще. То есть все односложное, все предложения односложные. И каждый раз один логический шаг это отрицание предыдущего. И все. И мы так идем, идем, идем и будем двигаться вперед. И тот человек, который движется вперед медленнее, он перегонит того, кто движется очень быстро. Но не вперед, а назад или вбок. Если брать общественные науки, у нас такая сейчас картина, что вот те люди, которые должны были заниматься тем, чтобы самим идти вперед и другим помогать, они идут вбок. Но, поскольку мы с вами живем в демократической стране, у нас буржуазная демократия, буржуазная, то мы это продвижение совершаем, и никто нам в этом отношении тут мешать, не мешает. И книги у нас есть, вот они напечатаны, пожалуйста. Вот эта красная книга, это книга, в которой есть моя монография «Полномерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Пожалуйста, читайте. Ее издали, свежее издание. Я там поправку сделал в отношении противоречия между бесклассовой природой коммунизма и еще неполностью преодоленном делении общества на классы. А у меня было написано и наличием классов в первой фазе. А наличие классов получается позитивное выражение, а не отрицательное. То есть у меня там ошибка была, которую я осознал по прошествии ряда лет. Поэтому, если кто-то из вас чувствует, что у вас что-то не получается, но все, кто занимается таким сложным делом, он должен понимать, что у него может что-то не получиться, что потом придется поправить. Для этого существует в том числе и такое средство, как кружок и практика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok